Сам не знаю, молод бы и глуп. Нет, на самом деле мне, наверное, нравится помогать людям. Где-то в глубине души, где-то очень глубоко. Больше всего удовольствия получаю, когда, ну, наверное, достигается результат. Как бы удается спасти человека, удается помочь решить проблему. Наверное, это. Никогда так не делай. Я бы очень хотел мгновенно перемещаться в пространстве. Очень не хватает. Ну, наверное, детей. Переломный судьбоносный момент – это, когда я решил бросить поликлинику и пошел учиться на анестезиолога-реаниматолога. Больше всего, ну, наверное, за своих близких. За то, что у меня получается лучше всего, за детей. У меня их четверо. И то, и то. Работа над собой процентов 80 и везение процентов 20. Когда пациент спит, анестезиолог общается с операционной бригадой. Иногда рассказывает анекдоты. Иногда даже приличные. Но те 400 лет, что я работал, ни разу такого не слышал. Но обычно это хороший тост на праздник. Это самые мудрые мысли. Но мне не приходится плакать по работе. Это в туалете, дома, за закрытой дверью. Когда я доживу до пенсии, я буду каждое утро с большими сумками ездить в автобусе. Что меня удивляет? Когда в метро заходишь, лестница сама едет. Ни один день не проходит без кофе. Чтобы успеть до пациента, который будет после него. Ну, с мужчинами работать проще, а с женщинами приятнее. Но самый тяжелый случай, который запомнился, это когда еще был студентом, работал на скорой. И был вызов в ночь с 31 декабря на 1 января на живое ранение, проникающее в сердце. Возились до пяти утра, довезли живого. Повезло. Известную личность на обед. Но я не ем известных личностей. Лисин Михаил, анастезиолог клиники GMS. Вы проснетесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...